Депутат Городского Собрания Депутат Городского Собрания Депутат Городского Собрания Депутат Городского Собрания Николай Николаевич, здравствуйте! Добрый день! Николай Николаевич, сегодня в Чебоксарах прошло последнее заседание Депутатов Городского Собрания Пятого Созыва Какие вопросы Вы обсуждали на собрании? Мы подводили итоги По работе Пятого Собрания Было вынесено 16 вопросов Они затрагивали бюджет города Чебоксары Мы уточняли бюджет города Чебоксары Уточняли схему нестационарных объектов Вносили изменения в регламент Чебоксары Городского Собрания В положение о Городском Собрании Депутатов Были вопросы от горкового имущества То есть много вопросов Касались изменения Ряд документов приводили в соответствие С федеральным, с республиканским законодательством Можно сказать, мы подготовили Почву Нормативную правовую базу Для работы 6-го созыва Городского Собрания Депутатов Поскольку мы привели в соответствии с уставом И регламент Городского Собрания Депутатов И положение о Городском Собрании И теперь, я думаю, уже Новый созыв 6-й созыв Городского Собрания Депутатов Может работать по тем документам Которым мы Внесли изменения и привели в соответствие С действующим законодательством Ну я так понимаю, что 6-й созыв Собрания Депутатов Теперь будет работать так, как и его Большие братья, скажем, Госдума и Госсовет Республики. Расскажите, как формируется новый состав городского собрания? Да, поскольку был принят закон Государственным Советом Чуварской Республики о новом формировании городского собрания депутатов по городу, есть по двум системам. По смешанной системе мы избирались, по пропорциональной, мажоритарной системе. Был нарезан 21 округ по городу Чебоксаром. И 22 кандидата должны пройти по партийным спискам. Хотелось бы отметить, что партия «Единая Россия» победила по всем 21 мандатным округам. А по партийным спискам у нас проходит, по предварительным данным, поскольку официальные итоги еще не объявлены, но по нашим подсчетам 15 кандидатов от партии «Единая Россия». В совокупности у нас будет представлено в городском собрании депутатов 36 депутатов от партии «Единая Россия». 7 депутатов будут представлены от 3 политических партий. Это «Справедливая Россия», «Коммунистическая партия Российской Федерации» и «ЛДПР». А в пятом созыве каков был партийный состав? Ну, тоже преобладала «Единая Россия». Из 33 депутатов было 29 депутатов члены партии «Единая Россия». 4 депутата были независимые. Они как самодвиженцы, независимые, непартийные. По большому счету, Чебоксарское городское собрание решает такие проблемы города, местные проблемы. У них нет каких-то законодательных вопросов, как бюджет республики. Почему нужна такая система? У вас будут какие-то споры, у вас будет битва, борьба между партиями? Я думаю, мы это сделали для того, чтобы оппозиционные партии, другие партии пришли в городское собрание депутатов. Видите, как практика показала, что по партийным спискам у них есть возможность пройти, преодолеть 5%. 3 КПРФ, 3 «Справедливая Россия», 1 ЛДПР. Ну, по предварительным данным, да. Поскольку они преодолели 5-процентный барьер, они вправе представлять тоже интересы в городском собрании. Ну, мы не против такой системы. Мы были обсуждения, когда принимали субъектовый закон госсоветом, как организовать систему выборов в органы местного управления. Мы считаем, что дополнительная возможность появляется у оппозиционных партий, скажем так, у политических партий, представлять другое мнение от партии власти. То есть мы всегда готовы выслушать открыто к этим посылам, как говорится, если они конструктивные и правильные. И, конечно же, мы готовы корректировать свои проекты решений и принимать во благо те решения, во благо нашего населения, жителей и горожан, и всей Чувашской республики. Когда будет новое собрание депутатов нового созыва, шестого созыва? Планируем провести первое собрание в сентябре, на котором мы должны избрать главу города. Теоретически теперь может стать главой города любой из тех депутатов, которые избрали в городское собрание депутатов. Из 43 депутатов по закону можно стать главой города Чебоксары. Да, есть определенная кандидатура, Единая Россия сейчас обсуждает эту кандидатуру. Я не думаю, что нам грозят какие-то изменения серьезные. Тайну пока раскрывать не будем. Конечно, не будем, да. То есть подождем, организационные собрания, это все тайным голосованием проводятся, выборы главы города. Мы должны избрать руководящие органы. Прежде всего, это президент Чебоксары, городского собрания депутатов, председатель комиссии, секториат. Определиться каждый депутат должен, в какую комиссию войдет. В городском собрании 6 комиссий у нас. Должно определиться, в какой комиссии они могут работать. Захотят работать, по крайней мере. Николай Николаевич, вы который раз избираетесь в собрании? Второй раз. Второй раз. То есть у вас, ваши избиратели знают, в вашем округе. Какой, кстати, у вас округ? 17-й избирательный округ. Это Северо-Западный район. Ну, хотелось бы, пользуясь случаем, наверное, да, действительно, Единая Россия, партия Единая Россия, мы уж не говорим про одномандатников. И за одномандатик мы говорим огромное спасибо жителям, горожан, которые выражили поддержку партии. Поддержали курс главы Чеварской республики Михаила Васильевича, курс главы города Черкесова Ленда Ильича и Ладокова Алексея Олеговича. Поскольку, вот, мы еще всегда говорили на всех встречах, да, что мы работаем единой командой. Когда работаем командой, у нас все получается. И результат очень хороший, мы считаем, по городу Чебоксар, да и в целом по республике, по выборам главы Чеварской республики. Мы выбираем довольны, и огромное спасибо нашим горожанам, которые выразили нам доверие в виде своих голосов. И постараемся оправдать их недоверие, и будем принимать те решения в городском собрании результатов о благо наших жителей города, чтобы жизнь только улучшалась. Я к чему этот вопрос-то задала? Да, вот, люди вам выразили свое доверие. Вы работаете в своем округе, да, но, наверное, и избирателей знаете многих в лицо, и вас должны знать, если все-таки за вас проголосовали. И такая, наверное, картина у многих одномандатников, которые победили в своих округах. Чем будут заниматься депутаты, которые победили по партийным спискам? Потому что, вот, недавно разговаривала с вашим коллегой, он говорит, я этих людей пять лет не видела. Они за две недели до выборов начали ходить по моему округу и раздавать АПМ, не просто встречаться с людьми, а просто листовки свои раскидывать. Чем они будут заниматься, люди, которые прошли в собрании депутатов по партийным спискам? Ну, мы особо, наверное, не будем делить, кто избрался по одномандатам, по партийным спискам. Это все одна команда, команда Единой России. Мы будем дополнять друг другу работы, будет работать общественная приемная, будем делать, исполнять наказы, прежде всего. То есть в нашей предварительной компании мы собрали тысячи наказов, наши жители города, которые написали нам наказы партии Единой России. И если он одномандатник, либо по партийному списку избрался, то есть дележа нет, наказы надо исполнять, принимать эту программу, да, реализовывать эти наказы и исполнять. Ну, помогать будет одномандатникам, и одномандатник должен партийцам помогать. Цель-то одна – работать, опять же, повторюсь, на благо жителей города принимать решение в городском собрании, чтобы жизнь у нас улучшалась. Очень много наказов было по благоустройству дорог, территорий, где-то надо продолжить эту работу, по программам надо принять, по тротуарам, то есть, да, по велосипедным дорожкам продолжить, чтобы это было только не в центре города, по наружному посвящению. То есть, ну, и по школам вопрос очень остро строить сейчас, поскольку все более 4-х лет мы занимались программой строительства детских садов, теперь мы хотим, и жители этого требуют, это востребованная программа строительства новых школ современных. В новых районах. В новых районах, и в тех районах, которые, вот уже, допустим, у меня в частности избиратели от Волжки-3, микрорайон, там зарезавлено территория по проекту планировки, по территории школы, и, конечно же, эти наказы мы должны исполнить и построить там школу. Уже вот в новом САЗЭМе выделять бюджетные средства, то есть, на проектирование сначала, потом на софинансирование, и должны мы реализовать программу, я так понимаю, по городу строительства школ. Ну, вот, в летом на вашем месте сидел Леонид Ильич, он сказал, что в 2016 году должны заложить, должны начать строительство новой школы, вот как раз в Волжском-3, по-моему. Нет, я так думаю, это по улице Гладково, по улице Гладково микрорайон. А уже проект есть, реализован, прошли общественные обсуждения, строительство школы уже должно начаться либо в этом году, либо в начале 2016 года. А на 2016 год мы закладываем, должны заложить в бюджете на 2016 год, вот в ноябре, в декабре, когда мы будем принимать бюджет города, на 2016 год заложить денежные средства на проектирование школ в тех микрорайонах, где он востребован. Есть определенный ряд микрорайонов, мы получили наказы, мы знаем, мы согласовались с управлением образования, с администрацией города. Заложим денежные средства на проектирование, потом уже будем защищать данный проект в Министерстве образования Российской Федерации и будем закладывать уже на 2017-2018 годы софинансирование на строительство этих учебных заведений, современных школ. Я думаю, они у нас появятся обязательно с хорошими стадионами, с хорошими бассейнами. Спасибо большое, Николай Николаевич, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы и вот на такой позитивной ноте о том, что вы знаете наказы ваших избирателей и будете их исполнять. Мы с вами прощаемся. Спасибо. Напомню, что это была программа «Актуальное интервью» и мы беседовали с депутатом городского собрания депутатов Николаем Владимировым. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА